В 9 веке в обитель Далматскую к преподобному Григорию Дикополиту пришел инок из сихидской обители, Иларион. С самого детства он, воспитанный благочестивыми родителями христианами, стремился во всем угождать Богу. С благословения преподобного Григория принял Иларион Великую Схиму и стал верным учеником Аввы. Молодой инок стремился подражать святой жизни своего богоносного соименника, Илариона Великого, и ему это во многом удалось, ибо прозван он был Иларионом Новым. Когда обитель лишилась игумена, братья решили избрать Аввы святого Илариона, а он, узнав об этом, тайно ушел в Византию. Но монахи не растерялись и отправили письмо с просьбой назначить игуменом своей обители преподобного Илариона патриарху Никифору. Святитель призвал к себе святого и убедил его дать на сие прошение братьи согласие. Восемь лет мудро управлял обителью преподобный, пока в стране не начались иконоборческие гонения. Святой Иларион отказался хулить святые иконы и самоотверженно обличил императора в ереси. Вслед за этим несколько лет один император за другим то предавали святого на мучение, то томили его в темницах, не в силах заставить отречься преподобного от православия. Наконец-таки после воцарения на трон святой императрицы Феодоры, по ее приказу были освобождены из тюрем и ссылок все исповедники. Преподобный Иларион после стольких тяжких лет вернулся в Далматскую обитель, вновь принял игуменство и мирно отошел ко Господу в 845 году. 19 июня. День памяти преподобного Илариона Нового, исповедника из обители Далматской.